Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы разберемся, откуда у людей берутся на таких ранних этапах без какого-либо престижа. Луноходы, кометы, откуда у них так рано появляются близнецы, и откуда все-таки берутся классики с двумя или тремя креплениями. Именно об этом я бы хотел сегодня с вами поговорить. В общем-то, начнем, наверное, с классик. На самом деле, вы, наверное, очень часто замечали то, что на ставках появляются классики с двумя или тремя креплениями. Ну, на самом деле, вот на этих ставках, конечно, нет с тремя креплениями, но после четвертого престижа открываются ставки, на которых золотые детали у противников, и там уже появляются классики с тремя креплениями для оружия. На самом деле, сколько я играю, мне не попадалась ни разу классика с двумя креплениями для оружия, не попадалась классика с двумя креплениями для аксессуарчиков каких-либо. В общем-то, таких классик, по идее, ну, наверное, не существует. Я, конечно, не могу на 100% утверждать, потому что, может быть, все-таки кому-то повезло, но если считать, сколько я уже играю в эту игру, сколько я ящиков открыл, но мне точно хоть одна должна была бы упасть, но все-таки мне никогда не выпадало, и на самом деле я все-таки думаю то, что их не существует, потому что, ну, блин, наверное, не один такой корпус, который хоть раз кому-то выпадал, ну, не может не выпасть человеку, который уже, ну, огромное количество просто ящиков открыл. Я в эту игру играю уже, наверное, полтора месяца, если грубо говоря, наверное, ну, может быть, чуток меньше, месяц, может быть, и мне ни разу не выпала классика с двумя или тремя слотами для оружия, но это, на самом деле, очень-очень странно. Ну, в общем-то, у меня есть такая теория, то, что, скорее всего, вот видите, на ставках чаще всего встречаются именно классики, вот даже сейчас все, на все, все тачки, которые на ставках, это классики, и, собственно, скорее всего, это придумали такую фишку разработчики, то есть, ну, вы заметили, наверное, то, что люди уже догадались повторять машинки и играть против друзей, чтобы, знаете, ну, точный исход ставки, и, собственно, я вот подумал именно об этом, то есть, разработчики придумали классики с двумя крепления для того, чтобы люди не могли повторить, ну, полный исход боя, то есть, чтобы у них не получилось сделать именно так, чтобы прям точно наверняка предугадать ставку. То есть, ну, это именно сделано для того, чтобы люди не могли узнать точный результат ставки даже вот таким вот хитрым способом. То есть, ну, я считаю то, что это боты, таких как бы не существует классик, и, на самом деле, это все не по-настоящему, то есть, я считаю то, что это именно боты, ребята. Ну, все-таки классика с двумя креплениями, это уже какой-то миф, из него там даже мемчик делают, ну, и тому подобное. Теперь посмотрим по поводу луноходов, вы помните то, что, ну, и комет, вы помните то, что у меня в прошлом ролике стояла, получается, пирамида с очень-очень маленьким количеством хп и с огромной атакой для такого корпуса слабо. В общем-то, давайте сейчас я снова соберу эту тачку и вам расскажу все про это. Вы даже мне писали то, что я там читер, то, что это, типа, набор читера, у тебя такое маленькое количество хп, и ты так спокойно, типа, проходишь этап, но, на самом деле, нет, ребята. Моя основная тачка это вот эта, которую вы сейчас видите, только мне надо на ковшик поменять вместо реверс тут немножечко, и тогда вы увидите мою тачку настоящую, которая на данный момент у меня на 16 этапе. Вот, я никакой читер, я никогда читы не использовал, вообще практически, ну, на самом деле, для каких-либо игр я никогда читы, как бы, не использовал именно на телефоне. То есть, на компьютере, конечно, у меня было дело, но чтобы на телефоне, ну, такого просто никогда у меня не было, я вообще не понимаю людей, которые в играх на телефоне читерят. Но это, на самом деле, же, ну, глупо, и вообще неинтересно даже после этого играть в какую-либо игру. То есть, ну, я считаю то, что это, на самом деле, тупо. Тем более, я ютубер, и я буду читерить в игре, которую я снимаю, но это вообще уже полный бред, и не знаю, как вообще люди думают, что я какой-то читер, там, и тому подобное. Вот, в общем-то, такая тачка у меня была в прошлом ролике. Мы заходим в быстрый бой и смотрим. Иногда мне будут попадаться противники, которые будут с кометами. Так, это не тот. Ну, давайте мы по-долгому будем искать. Блин, вот сейчас только что пропустил, дурак. Ну, ладно, давайте еще кого-нибудь найдем. Ищем, ищем и найдем. У этих, получается, вы видите, престиж есть, кометы, у которых, чуваки... Ну, давайте, одновременно с этим буду я, как бы, набивать. Но, вот сейчас вы видели наглядный пример бота. То есть, это был бот. Также я считаю то, что это боты, потому что, ну, все-таки невозможно получить как-нибудь комету или луноход, не имея какого-либо престижа. Но здесь попадаются такие чуваки, и это, на самом деле, ну, реально огромная редкость. Вот, например, вам наглядный пример бота. Это вот самый настоящий бот. То есть, кто со мной не согласится? Ну, тут просто реальный дурак. Как вы можете получить себе комету, которая вам дается за, получается, получение первого престижа, если у чувака его даже нет? Ну, то есть, это невозможно. Это просто невозможно, и это все-таки боты. У них даже ники очень часто повторяются. Вы тоже можете заметить. Я вот, блин, не помню точно ник у чувака, которого я очень часто встречаю. Блин, как же у него ник-то, а? Ну, просто очень-очень часто я его встречаю, и я уже именно в те моменты начал понимать то, что это реальные боты, и с ними ничего не поделаешь. Вот, например, луноход. Ну, сами посудите, у чувака нет престижа, и у него луноход. Ну, блин, это же реально понятно то, что это какие-то боты. Их просто, получается, тачка слишком странная у меня, потому что она имеет очень маленькое количество хп и имеет огромное количество урона. Именно из-за этого разработчикам игры приходится именно подбирать ботов, которые, ну, уже будут более-менее соответствовать по хп и более-менее соответствовать по урону, получается. Блин, так часто эти супер ящики попадаются, капец. Только что их все открыл, а сейчас он снова набрал так быстро, капец. Так, ищем дальше, ищем дальше, и смотрим. Еще, кстати, пирамиды попадаются, получается, на деревянных деталях тоже очень странно, потому что пирамида там попозже немножечко открывается. Вот, ну, как бы это понятно тоже. И на деревянных деталях лазера тоже нет, но у некоторых ботов тоже и лазер имеется. То есть, ну, очень-очень странно, из-за того, что тачка так странно собрана, приходится разработчикам именно делать вот такую фигнюшечку с ботами, потому что по-другому никак. Мне будут попадаться очень сильные противники. О, вот! У чувака ник Краков был. Краков, Краков, блин, как правильно прочитать, я точно не знаю, но вот этот вот Краков, он реально очень-очень часто попадается. Вот просто запомните его ник, он реально может, вот даже сейчас я буду нажимать с кем-то воевать, он реально нам может просто еще раз попасться, потому что этого парня я уже запомнил, он мне так часто попадается. Мне кажется, это мой личный бот, который мне реально практически каждые 10 игр попадается, ну, очень часто. Просто я уже его ник запомнил, и вот реально просто какое-то такое слово непонятно такое специфическое, похоже на русский язык немножечко, из-за этого, наверное, оно мне так сильно запомнилось. Ну, в общем-то, именно его ник я запомнил, и вот он мне реально очень часто попадается. Так что, если и у вас тоже попадаются боты, тоже можете запомнить ники, и вот они вам еще раз попадутся, это точно. Потому что, ну, самим такое было, и я об этом точно могу утверждать. Так, пока что мне что-то не попадаются легкие противники, ну вот, тоже парень. Тоже мы его убиваем, тоже бот. Понятно то, что такого урона, ну, достичь практически просто невозможно. Просто невозможно, потому что, по идее, блин, я честно даже не знаю, у меня, наверное, деревянных, нет, у меня деревянных оружий точно не осталось, но вы посмотрите, атака 362, и у него стояла дрель. Даже если у него, получается, будет корпус для дрели на 100% легендарный, и сама дрель будет легендарная для Титана, то там даже такого урона не получится, там просто невозможно получить такой урон. Это 100%, ребята, боты, и вот тоже у нас деревянные детали, там еще не открываются, получается, лазер, он открывается только тогда, когда металлические детали откроются. То есть, ну, на каком-то там этапе, на пятом или на шестом. Ну, а у него все деревянные детали. Ну, это понятно то, что это бот. Вот тоже 350 урона, ну, это вообще смешно. То есть, любой человек уж понимает то, что это бот, и вот те люди, которые не знали, и вот те, которые не понимали, откуда у Чоков просто я увидел под прошлым роликом, то, что, типа, вот чувак без престижа, у него комета, типа, как так? Ну, вот решил вам рассказать в этом ролике про вот такую вот интересную фигнюшечку, которую решили сделать сами разработчики. Это самые настоящие боты, и с ними ничего не поделать. Если уж вы собираете такие специфические тачки, под которые, ну, невозможно подобрать противников, то что еще остается делать разработчикам, кроме того, как подбирать вам именно ботов? Ну, если бы не было этих ботов, то мы бы, наверное, не смогли использовать тактику по набиванию коронок для ящиков, тактику по набиванию рейтинга там. Ну, то есть, это было бы все невозможно, и спасибо, на самом деле, за это разработчикам. Именно благодаря этому мы можем спокойненько себе так упрощать игру, и это, если честно, очень-очень классно. Ну, в общем-то, я думаю, я вам полностью объяснил, но что-то мне до сих пор не попадались ни разу близнецы у противников. Давайте сейчас мы близнецы тоже найдем, и посмотрим тоже, вот Хорл, он еще раз Хорил, или как у них правильно читается, просто, ну, я же не понимаю, как это, на самом деле, может правильно читаться, вот, из-за этого могу неправильно сказать. Вот этот парень тоже уже был, ну, то есть, вы понимаете, да, уже повторяются эти боты, и в этом ничего такого странного нет, это так и должно быть, то есть, боты должны повторяться. Не знаю, какое их точное количество, на самом деле, но все-таки сколько-то их точно есть, наверное, ну, от 20 до 50, наверное, штук точно есть, и в этом я на 100% уверен. Вот, так, этот мне тоже попадался сегодня, если я не ошибаюсь, вот. Ну, ники очень похожи, я вот сейчас постарался запомнить несколько из них, и вот они очень все напоминают друг друга. Но почему мне до сих пор не везет с близнецами? Потому что что-то, я не знаю, хотел бы вам тоже близнецы показать, тоже встречал несколько раз на деревянных деталях у Чокова без престижа, и тоже удивлялся, вот, наконец-таки попался. Тут вообще два в одном просто, и комета, и близнецы, это, и еще вот эти вот липкие колесики, липкий шкив. Тут просто вообще, просто наглядный пример самого настоящего бота, и вот просто посмотрите. Ну, это самый настоящий бот, и разработчики, как бы, понятно, то, что решили ботов добавить именно для таких ребят, которые используют такие вот тактики, которые строят такие непонятные тачки. Но, на самом деле, это очень классное решение, и я, на самом деле, рад, что такое существует, потому что, если бы не оно, то тактика бы наша вообще никак бы не работала. В общем-то, ребята, надеюсь, я вам объяснил подробно очень даже, откуда у людей берутся близнецы на таких ранних этапах. Ну, даже их людьми нельзя назвать, это боты. Ну, просто привычно то, что, как бы, попадаются реальные люди, а тут вот боты, так, между этими реальными людьми. Это, на самом деле, странно, и... Люди реально удивляются, типа, ну, откуда у людей такое? Это же вообще невозможно. Типа, без престижа, комета, лунаход, как так? Но, на самом деле, всё это возможно, потому что это не люди, а боты. В общем-то, ребята, кому понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok